Далее идёт письмо от Карины, тоже очень прикольное, она всегда в большие конверсы использует и делает фолдеры очень милые. Все было перевязано таким вот тежиком. Очень красивая бумага здесь, мне безумно она понравилась. И что я удивилась, что здесь русский, ну не русский, а славянский язык. Очень так необычно было наблюдать. Вот так вот выглядит фолдер, здесь идёт письмо и идут наклеечки, такие вот. Карина уже мне однажды присылала такие наклейки, они мне очень пригодились. И идёт конвертик вот такой вот с вложениями, которые безумно-безумно полезные. Ребята, я не знаю, где вы берёте марки, потому что я их коллекционирую, но коллекционировать я начала только когда мне стали их присылать. И я как бы ими не обмениваюсь, только собираюсь себе на память, потом вклеиваю куда-нибудь в дневники и наслаждаюсь этим. Вот, поэтому я безумно вам благодарна, что вы не жалеете и дарите мне такую прелесть, которую я просто вообще обожаю. Очень тёплой и нежной любовью. Вот за вот эти вот наклейки огромное спасибо, потому что ими я обычно заклеиваю подобные конвертики для вложений, и они мне очень-очень пригождаются. Поэтому огромное спасибо, Карина, тебе. Давайте посмотрим вот эти две вещи, которые покорили меня просто не знаю как, и я такое никогда не видела ранее. Это объёмные марки, наклейки с картинами, и это просто нечто. Скажите мне, где можно взять такие? Потому что я бы хотела купить разные-разные виды для коллекции. Это очень круто. Я такие картинки просто с детства обожаю. Напоминают немецкие открытки. Вот такая вот здесь прелесть волшебная. Марочки гашёные, редкие. Такая вот немецкая. Девушбундепост написано. Я не знаю немецкие, поэтому могу неправильно считать. Потом ещё какой-то город. Дальше идёт... Не могу понять. Помню, тоже немецкая. Вот такая вот красивая ботаническая марка. С розой гашёная. Это наверное магазин Букинист. Я не знаю, где у нас есть такой и вообще есть ли. Ох, красота. Тоже мечтаю накупить всяких марочек. Такая вот как будто бы монгольская. Может быть и есть Монголия. И вот такая просто безумно красивая. Тоже ботаническая. Вот здесь написано тоже Deutsche Bunde Post. И с этой стороны что-то на немецком, да. Für die... Что-то там. Вот. Очень красивая. Далее идёт долгожданное письмо от моей любимой Настюши. И просто всегда я наслаждаюсь её конвертами. Посланиями. Посмотрите какая марка. Это просто нечто. Это питерский зоопарк. 150 лет ему. И... Ох, это очень-очень красиво. Я очень долго думала как это открыть. Потому что оно всё было сплошное. И потом я додумалась всё-таки разрезать это. Потому что это открыть было нереально Настя, если честно. Но, наверное, так и нужно было открыть. Просто здесь отсрезать и всё. Очень классная задумка. Обычный воск, печёвка и сухоцвет. И это смотрится очень-очень нежно и стильно. Вот так вот здесь всё выглядит. Скорее всего, мне кажется... А нет, значит всё правильно. Вот так вот, да. Тоже купила себе такие марки. Они очень классные. Теперь всё время оформляю. Такая бабочка здесь красивая. Для меня всегда остаётся загадка, где ты берёшь вот такие вот книжные листы. Пожелтевшие, да. Вот как здесь на конверте. С английским текстом. Я тоже везде ищу такие хочу. Наверное, это должна быть старая английская литература. Только так, если... В этом конвертике у нас идёт письмо и тег. Очень такой классный. На теге у нас песни. Очень-очень красивые бабочки. Я прямо вообще в восторге. Как от самой вот этой бумаги в восторге. Так от самого письма и от бабочек. Далее здесь идёт вот такой вот конвертик. Тоже очень классный. У меня тоже такая бумага есть. Она, по-моему, из Фикс Пресс. Они очень классно сделали коллекцию бумаги. Вот такие вот здесь наклейки. Они живы сегодняшним днём. Такие вот наклеечки с животными. Из коробочек. Такая вот прелесть. Такая вот наклеечка. Ещё один ёжик с яблочком. По-моему, это всё, да. И далее во втором конверте идёт чай. Острый марракеш. Пряный и свежий. Эллиптон. Там идёт то, за что я просто готова рассылывать Настю. Это ещё одна открытика в мою коллекцию ботанических советских карточек. Из зелёной аптеки. Но это не зелёная аптека, конечно. Это из-за своего планета. И это роза. И я просто обожаю эту открытку теперь. Она очень-очень нежная. И далее идёт вот такая вот открытка. Не менее прелестная. Бонжур. На ней написано такая синечка. Очень классная. С такими одуванчиками на голове. Открыточка подписана. Далее идёт письмо от Лилии. И тоже очень-очень классная и долгожденная. Здесь такой маяк. Марка очень красивая. Крымская. И очень необычное послание. Очень необычное, если честно. Такая вот карточка здесь. Безумно красивая. Просто безумно-безумно красивый. Такой вид тут. И всё это вот так вот выглядело. И открытывается оно, кажется, вот так вот. Здесь у нас на этой стороне это опасно трогать. Потому что здесь засушенные цветы из Крыма. Это просто, я не знаю, это бесценно. Для меня, как любителя гербария, это очень дорогого стоит. Далее идёт ещё один конвертик. Здесь у нас, сейчас скажу. Здесь у нас находятся камни из моря. Тоже из Крыма. Затем здесь у нас ничего. Здесь у нас тоже ничего. И идут дополнительные конвертики. В которых уже идут интересные вещи. Итак. Здесь у нас лежит чай. Сейчас я попробую вытащить. Идёт календарик. Крым Феодосе, 19-й год. Идёт у нас такой вот тег. Тоже с засушенными лепесточками. Это... Это не тег. Это АТС. Да, это АТС. Такая очень прикольная. Идёт у нас чай. Real Grey Fantasy. Далее у нас идёт само письмо. И кажется всё. Так. И в письме у нас лежит прелесть. Вот такая. Как вы видите. Я не знаю, как ты засушиваешь эти цветы. Но ты должен раскрыть мне секрет. Потому что у меня так не получается. Посмотрите, какая красота. Просто невероятная красота. Такая вот прелесть. И пёрышка. Ну и последнее. Это самое большое письмо. Долгожданный ответ. От Насти из USA. И как всегда. Огромное количество шикарнейших марок. И очень интересные декоративные марки. И самое письмо очень круто сделано. Здесь вот такой вот эпоксидной смолой. Сделаны глаза. Очень классно смотрится. Во-первых, здесь идёт само письмо. Оно вот такое вот огромнейшее. И здесь у нас идут фотографии. Но я их не буду показывать. Это личное. А теперь можно посмотреть, что же Настя прислала. Настя прислала просто красоту. Вот такую вот книжку, которую она сама сделала. И это просто невероятно красиво сделано. Вот так вот это выглядит. Итак, здесь у нас идёт конвейт с разными мелочами. Разными карточками, билетиками. Тут тоже всего полно. Такие вот карточки. Вот. Можно вклеивать в дневник или в блокнот творческие. И написывать их. Вот. Потом здесь стегрули есть даже. Такой вот классный. Такая карточка есть. Away we go. Потом такая. И такая. В целом две. Pinky Mouse и Daisy. Затем у нас идёт такой вот свёрточек. Здесь очень много всяких приятных мелочей. И можно теперь смотреть карточки. Здесь вот такая карточка. Очень классная. Это ферсианские карточки. Так. Здесь у нас Исайя. Да. Послание 8.15. Восьмаяка у нас всех пятнадцатый. Здесь у нас Иисус написано. Очень классные такие херстианские карточки. И воршип. Поклонение. У нас таких нету. Для меня это очень ценно. Пойдёт для моего блокнота херстианского. Такая очень классная тоже. Курточка. Смотрите какая прелесть. Борошек. Потом идёт котик вот этот забыл. Как это вот. Феликс не Феликс. Не помню. Какая прелесть. Феликс. Ммм. Просто вообще шикарная. С брюстками. Такой флажочек. Котик, который спит. Чайничек. Вырезанный такой. Потом такая полупризрачная. Белочка. Тоже очень классно. Такая карточка. Двухосторонняя. Ммм. Прелесть. Вообще шикарно. Креми Мами. Очень классно. Стич. Стич. Очень прикольный. Такой вот. И мини. Никак не могу вот эти беремочки исправиться. А вот это. Вот. 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 Вот такая дракольность. Очень красивая. Завитушка. И вот это. Русалочка. И венепух. Причём это вот так вот. Можно сделать. Вот. И у них у всех так. Да. Такой вот грустный Тедди. Пандочка точнее. Даже не грустная. Она сердитая. Это открытка такая. Панда пост. Прикольная тоже. Давайте посмотрим что в этом конвертике. Такая вот прелесть. Такая карточка. Односторонняя. А нет. Двухсторонняя. Уже двухсторонняя. Бенетики. Их здесь четыре штуки. Вот. Четыре бенетика. Там вот такие карточки. Рамки. И вот такая прелесть. Вот. И последнее. Это вот такие две странички. Просто красиво оформленные. Tenderness. Нежность. Такая. Здесь просто прелестно всё оформлено. Такой интересной крылеской. Капельки поставлены. И здесь тоже объёмное такое. Объёмное такое оформление. Очень красивое. Мадам. Румяное. С кактусом на голове. Очень прикольно смотрится. Вот. Так что такое вот потрясающее послание. Очень-очень красивое от Насти. Огромное спасибо. Так что такие вот дела, ребят. Такие вот письма, которые лежат у меня на очереди. К письмам я вернусь где-то в сентябре. Буду писать ответы. Сейчас у меня пока совсем нет времени на ответы. Поэтому все те, кто ждут письма от меня, ждите их после сентября. То есть осенью будут ответы. Вот. Это сто процентов. Всех люблю, целую обнимаю. До новых встреч. Приятного вам окончания этого лета и классной вам осени. Пока-пока. Пока-пока.